Ну чё, братцы, блядь, похучка ты чё, блядь, всем самым алексус, братцы. В общем, чё мы будем сегодня мутить, блядь, сегодня у нас не будет ни поездок, ни, блядь, хуездок, ни всякой хуйни, которая вам так нравится. Сегодня у нас в программе рукожопые эти, как они? Короче, блядь, будем рукожопить, колхозить или делать красивее, не знаю, решать вам. Хотя нет, вам ничего не решать, потому что я считаю, что это красиво. Ну, грубо говоря, будем экспериментировать. В общем, значит, все вы, да, ну не все, блядь, кто смотрел прошлые видосы, знают, что я покрасил бампер передний свой и снял губу, и снял этот, вон, жидкую резину с бампером. Если честно, сколько вот у меня канал, даже вот до того, как у меня был канал, самый распространённый вопрос, вот то, что у меня пишут в ВК, там, в Инстаграме, самый распространённый вопрос, это, ну, естественно, про посадку там, типа, блядь, я не знаю, почему люди не могут посмотреть самый первый видос на моём видео, я там всё, блядь, расписал, это был обзор на мою, ну, обзор на мою статику, блядь, о всех доработках, о всех там, какой у меня запил, какие стойки и так далее, какими там я сложностями сталкивался, я не знаю, почему люди, которые пишут в ВК, у меня в ВК это видео закреплено, но люди в ВК всё равно пишут мне и задают те же самые все вопросы. Какой запил, какие стойки, а это сток стойки, блядь, да, блядь, стоковые стойки, блядь, да, один виток спилил, то в рот ебал. А второе, самое распространённое, просто максимально, блядь, я не знаю, кто только у меня не спрашивал, за вот эту чёрную полосу на бампере, которую я сделал с жидкой резины, просто, просто мой директ делится на два типа сообщений, как сделать чёрную полосу и как сделать такую посадку. Ну, о посадке я всем скидываю просто ссылку на видео или говорю, посмотри, блядь, видео. А про полосу видео у меня нет, я не знаю, что может быть сложного в этом, блядь, я не, ну, просто, насколько я тупой, блядь, ну, технически, я не могу, блядь, построить что-либо. Ну, поняли, да, что я имею в виду? Технически я считаю себя тупым, потому что я не могу построить, я не смогу сварить пиздатую хуйню, чтобы там какая-то пиздатая хуйня была. Ну, короче, поняли, да, что я имею в виду? Несмотря на это, я, блядь, сам до этого додумался, понимаете? Ну, я не говорю, что я умный, сам до этого додумался, я говорю к тому, что это настолько просто, что это можно додуматься, просто вот, я не знаю, блядь, я не знаю, что вам сейчас показывать, блядь, насколько это все просто, ну, ладно, так уж быть, я вам покажу. Сейчас мы сделаем эту черную полосу, прикрутим новую губу мне на бампер, причем губу, которую я очень давно искал, необычную губу. А сегодня мы еще, да, чтобы освежить морду, кстати, я поставлю новые стекла на фары, и, в принципе, еще на спойлере жидкая резина, и мы, блядь, полоску сделаем. Раньше она у меня была изолентой, блядь, но теперь у нас спойлер живой, свежепокрашенный, нихуя себе, мы не имеем права просто его портить изолентой, поэтому мы сейчас идем, и я вам все показываю, подробно рассказываю. Бля, на улице ветер, поэтому я буду вам рассказывать все в гараже. Смотрите, вот баллончик жидкой резины, блядь, стоит он вот 400 рублей, ну, плюс-минус, когда найдете за 500, когда за 400, может за 450. Вот, называется он жидкая резина, блядь, здесь написано цвет черный. Вообще, это как бы, типа, для дисков, ну, я не знаю, пишут для дисков, но это нихуя не дает, это для всего, блядь, какая разница. На переднем бампере у меня была жидкая резина точно такой же фирмы, и продержалась она 3 года, может, даже больше 3 лет, пишу, да, 3 года, или больше 3 лет, и, блядь, на ней нисколечко вообще, нихуяльчика, ничего не было, и даже намека не было на облазине, или что-то подобное, хотя я прям на мойках с пистолетом прям нихуя его мою. Теперь расскажу вам про губу, многие, да, знают, что у меня губу спиздили, вот у меня была губа, самая первая, еще я ее ставил 100 лет назад, и у меня ее благополучно спиздили во дворе, ну, просто у меня 4-ка ставила во дворе, когда я еще не снимал гараж, и у меня ее пизданули. Я, ну, что хули там, я взял, заказал себе новую губу, самурай, да, сейчас все клеят именно эту губу, там, самурай, там, я не знаю, ну, это не реклама самурая, просто я говорю, все клеят именно самурай, потому что везде продается только самурай. Я не знал, что они бывают разные. У меня пришла губа, я ее поставил, и вот я смотрю на морду своей четырки, и вот она мне не нравится, я понимаю, что она мне не нравится, блядь, и я не могу понять из-за чего. Ну, без губы она, ебать, это какая-то была, блядь. Я губу, короче, поставил, все, она стала по-прежнему такая же, как и была, казалось бы, да, но смотрите, в чем разница. У меня старая губа, она была не резиновая, вот видите, вот эта резиновая просто, вот черная резина, просто, ну, просто кусок резины отформованной, да, смотрите, видите. А старая у меня губа была вот такая, смотрите, вот я сейчас вам для сравнения две губы поставлю. В общем, вот, смотрите, губа, которая, которая у всех самурай, вот обычная резинка, да, а вот губа, которая нравится мне, она, она, она на ощупь, она не резиновая, она вот, смотрите, как проваливается, она очень мягкая, очень легко гнется, Смотрите, вот как этот тяжело гнется, бля Но я не знаю, как вам это объяснить Просто вот это, она намного мягче И она есть, я не знаю, как называется Материал, из чего она сделана Но мне он нравится больше, потому что он матовый Видите, этот какой-то такой блестяк Ну просто резина, видно, кусок резинки Это какой-то прикольный И когда вот здесь, вот здесь же у меня была жидкая резина И губа с этой жидкой резиной И тут матовая, и тут матовая Она так сочеталась, и мне очень нравилась моя морда Ну, морда моей машины, вот именно с этой губой И я просто, я, бля, сколько раз уже заказывал Искал именно вот эту вот губу И наконец-то я ее нашел, сука, просто Я так рад, что у меня теперь будет нормальная губа И, ну, я теперь, я раньше смотрел на свою четырку С вот этой резиновой губой И думал, бля, ну вот, ну вот она смотрится Это обзор, нет, ну вот не то что-то Вот у меня прям сердце не радовалось Теперь мне будет радоваться сердце Чуть ко всему, на ней меньше видны царапины Вот, ну, я потому что бампером часто что-то цепляю Здесь прям сильно на резиновой видно царапины На этой они как-то сглаживаются Их можно легко оттереть Я не знаю, заметна ли на камеру вам разница Надеюсь, вы меня поймете И вот, наконец-то, короче, сегодня мы прихуярим Вот эту вот мою любимую губу И захуярим жидкую резину Короче, я ебать, сколько много пизжу Смотрите, что за общую Я про них тоже скоро буду Так, смотрите, что нам понадобится Нам понадобится обезжириватель Жидкая резина Скотч малярный Ну, в принципе, любой И газеты Берем малярный скотч У кого бампер вот такой, как у меня Типа, как он называется, типа спорт Здесь, в принципе, есть вот Это вот, типа, кант идет По этому канту Так сказать, обклеиваем скотчем Ну, в общем, здесь есть А у кого обычный бампер Вот я сейчас прикреплю фотку, как у меня раньше было Вы сами выбирайте, короче Но я сделал вот так вот Сейчас я фотку прикреплю Вот, на этом бампере будем делать вот так Вот, смотрите, просто ровно по этому канту Вот так заклеиваем Так, а как у меня было, блядь Да вроде вот так вот Вот, дальше по крышке этой туманки Вроде вот так Если честно, я уже не помню, как у меня было Ну, по-моему, так, блядь Сейчас, блядь, еще посмотрю фотки Может что-то по-другому Да, в общем, я смотрю на фотки Смотрите, у меня было чуть по-другому У меня вот идет, типа, вот Ну, угол этот кант А моя жидкая резина нашла чуть выше Как бы меньше угол Наклон, точнее, был меньше А сейчас у меня прям ровно по канту Да, неправильно Давайте переделывать Так, смотрим Вот, от этого, блядь, бугорка Не знаю, буквально, наверное, сантиметр Вот, в принципе, сейчас получилось Что-то типа такого же Ну, вот, в общем, вот так вот я сделал Постарался по фотографии как-то подобрать Плюс-минус вроде так же, как и было В смысле, короче, я уже заебался Я уже минут 10 сижу, меряю Если что-то не так, потом переделаю Все равно это всего лишь жидкая резина Теперь, короче, вот мы вот так вот тут закрыли Сейчас тоже закрою В общем, основной мы сделали Вот эту хуйню мы тоже красим Вот это сейчас мы залепим скотчем тоже А остальное все закроем газетами Ну, в общем, вот морду мы заклеили В принципе, если куда-то жидкая резина попадет на кузов Это ничего страшного, потому что она, блядь, легко Можно потерять пальцем Можно там любым обезжиривателем она убирается Вот Теперь, короче, хорошенько взбалтываем Наши баллончики Начинаем наносить Наносить, короче, я буду примерно 6 слоев, наверное И жидкую резину надо наносить не так, как обычную краску Просто покрасил и все, и ждешь, пока сохнет Надо, короче, нанести первый слой Первый слой должен вообще быть максимально тонким Сейчас вы все увидите Потом наносим чуть еще слой Чуть-чуть, ну, в общем, короче, 6 слоев Тут написано 3-5 слоев С промежуточной сушкой Не менее 15 минут 3-5 слоев, а мы сделаем 6 На, чтобы все это ели Может, даже 7 Посмотрим Надо еще что-то нам на спойлер хватило Все, короче, размешал Сейчас шикну, короче, на стенку Все, наносится нормально Все, и, короче А, я забыл обезжирить Вот и долбоет Начинаем аккуратненько наносить Так, начнем, наверное, сверху Так, вот такой вот первый слой сделаем Чтобы еще краска просвечивалась И ждем, пока она высветит Так, в общем, ну, вот наш первый слой подсох Вот так он выглядит Там еще наша краска просвечивается Вот так вот это должно быть Ну, надеюсь, он подсох Я время особо не засекал Но будем надеяться нормально еще Так, теперь Красим по новой Еще, короче, бля Второй слой нанесли И снова ждем минут 15 Братцы, я сейчас между делом хотел бы вам немного так похвастаться, бля Помните, когда я делал музыку Те, кто смотрели, те поймут Я поставил вот такой вот некрасивый, мягко говоря Подиум, блядь, у меня треснула обшивка вообще Все просто, я максимально сделал рукожопа У меня вот тут все вот так вот некрасиво Все вот так вот, блядь, пиздец И я же сказал тогда, типа, блядь Ну, это временный вариант Скоро будут красивые, хорошие обшивки Вот уже прошло 100 лет И мне даже некоторые пишут Типа так всегда Что временно, то вечно Ну, я же сказал, что это временный вариант Все начали писать Что временно, то вечно Я говорил, нихуя, блядь Вот уже сколько прошло, не знаю Может, пару месяцев И до сих пор иногда мне пишут Ну, что там обшивки сделал Я же тебе говорил Там, ты будешь всегда с этим ездить Я даже сам иногда задумывался Блядь, неужели я никогда их уже не сделаю Но сегодня я хочу вам похвастаться Показать вам или не показать? Ладно, блядь Смотрите, что мне пришло, блядь Вот такая вот огроменная коробка Те, кто подписан на инстаграм Те уже, конечно, это уже видели Так что, блядь, подписывайтесь на мой инстаграм Но те, кто не видели, я вам покажу, блядь Посмотрите, блядь Какие охуительные мне Блядь, сейчас, пожалуйста Пришли карты Просто посмотрите, какие они пиздатые Просто многие их чморят Говорят, что они там уебанские, кривые и так далее Блядь На самом деле, я тоже верил слухам И я представлял их такими картонными, уродскими, легкими Такими просто кусок говна Отформован Я вот так их, если честно, представлял Но они, блядь, они пиздатые, если честно Ну, они, смотрите, мягко Ну, они так обиты, пиздатые, красиво, черные Именно, вот смотрите, я не знаю, камера, наверное, не передаст Ну, вот заводские, какие они, блядь Они вот какие-то вот Ну, блядь, я не знаю, как это передать Просто эти на ощупь реально прям приятней Вот, и вот с такой вот красивой вставкой под мои сидения Чтобы все сочеталось, нихуя себе, смотрите И только я и выложил их, короче, в стори Спонтанулся То, что, ни бать, у меня теперь какие-то обшивки, блядь Миллиард вопросов, типа Где заказал, сколько стоит, чё, кого, блядь, чё, почём В общем, пацаны, заказал я их в интернет-магазине автозапчастей Full Power Это интернет-магазин с города Тольятти А это означает, что в нем дешевые, хорошие цены И самое главное, качественное В общем, пацаны, в этом магазине Full Power есть как и запчасти обычные Технические, да, там, гранаты, чё там ещё бывает, в общем Не гранаты, ну так, поняли, короче Обычные запчасти, так и тюнинг запчасти, как вот Вот это также есть, если может кому-то нужен Например, руль, там, блядь, хуюль, там, подлокотник Обивки на сидения Кстати, если вам нужно что-то конкретное И вы не нашли это в каталоге То вы просто можете написать продавцу И он вам ответит И скажет, есть ли в наличии у них нужный товар, который вам нужен или нет Ну, в основном, вообще, там всё есть Просто не всё ещё выложили Вот, в общем, давайте, не буду затягивать Ссылку я оставлю на магазин в описании И самое главное, чё Самое главное, что по моему промокоду ВОЛКОВ Вы получите 5% скидку на весь товар Это вот выгода вам, нихуя себе Вот, там, например, хотели такие обшивки себе Или какую-то запчасть, там, зеркала, ручки Чё-нибудь такое хотели И думали, сейчас, вот, сейчас вот закажу И хуя тут такая моя, типа, небольшая рекламка О, закажу с 5% скидкой от ВОЛКОВА Всё, короче, давайте, не заёгнуть Продолжаем ебать Краска уже, это, жидко-резиненно дышался Потому что всё отсюда, сюда идёт А, да, самое главное, я не сказал Просто их ульт, их тогда не ставишь, блядь, долбоёк Потому что здесь под одну шестнадцатую Кстати, можно и под тринадцатую, можно и под шестнадцатую вырезать Вот, а как вы понимаете Как вы все знаете, у меня две шестнадцатые и один рупор Я буду их переделать Просто чуть позже, сейчас у меня немного времени Ну так, сидеть не буду, финансов, блядь, чуть нету Я сделаю сюда красиво, вот так вот будет Два, две шестнадцатых и рупор Красивую сделаю там, обошьют Ну, в общем, сделаю красиво, без колхоза Как я вам и обещал, и поставлю И потом уже вам в одних из следующих видео Покажу вам, как всё получилось Как теперь красиво салон смотрится Сейчас открываешь, думаешь И, блядь, чё за бомж А потом будешь так открывать и думать Ебать, копать, чё за, блядь И надмарк В общем, я нанёс четвёртый слой уже И пока он подсыхает Чтобы без дела не сидеть Начну обклеивать скотчем спойлер В общем, чё я хочу от спойлера Просто сделать вот здесь вот так вот Чёрную полоску такую, блядь Не знаю, ну почему-то мне нравится Я хотел сделать весь низ спойлера чёрную Хотя, возможно, я так и сделал Нанёс я, короче, на бампер пятый слой А, блядь, здесь я решил заморочиться Я вот, короче Вот по такому канту примерно Вот, видите Идёт ровная хуйня Ну, скотчем Ну, тут поймёте Если кто-то будет так делать Тут угол как закругляется, блядь, ебать Только я так могу сказать Здесь идёт И решил я всё-таки весь низ попробовать покрасить Потом я просто подумал Ну, блядь, почему бы не проэкспериментировать В случае чего Это же всё равно жидкая резина Можно её снять И сделать как неудобно Например, здесь вот так вот лезвием пройду Остальное всё жидкую резину сниму Так что Давайте, блядь, попробуем Покрасить Вот Первый лёгкий слой мы нанесли Бля, прикольно Мне, если честно, нравится Красиво смотрится Только я мало заклеил, если честно, машину На неё, блядь, эта вся пыльца летит Но, в принципе, она пыльная Потом, я думаю, это всё упадёт на пыль Но всё равно в жидкой резине ничего страшного нет Даже если она на кузов выпадает Так, теперь ждём Сейчас не буду вам показывать по сто раз, блядь В общем, сейчас закончу всё И вам покажу результат Смотрите, какой нюанс бывает При снятии скотча после покраски Короче, ну, это же резина И получается, она со скотчем вместе Как бы, блядь, склеивает И когда, если вы будете просто так скотч отдирать У вас резина, блядь, оторвётся, короче Потянется Сейчас, я не знаю, я так и не придумал способ Но сейчас попробую просто подрезать Так сказать, блядь Резину, ну, просто провести лезвием аккуратненько Между скотчем и резиной Блядь, как бы это сделать Вот, смотрите, у меня сразу жидкая резина снимается Я вот обрезал И я вот сейчас тяну не скотч, а жидкую резину Которая засохла А скотч вон остаётся Опа Вот, вот наша жидкая резина Так, теперь можно, я думаю, смело отрывать скотч Да, видите, как ровно Блин, блин В общем, братцы, пришёл на следующий день Сейчас я ещё стопарь сюда поставлю Аааа, ещё ж фар надо поменять Сейчас мы, короче, поменяем стёкла фар Приклеим губу Всё, короче, закончим, блядь Я вам всё, конечно, результат покажу Смотрите, вы спросите А нахуя тебе менять стёкла фар? Они ж, типа, у тебя целые, блядь Ну, смотрите, я не знаю, видно или нет Они, они уже мутные Они вот от пескоструйные Внутри уже такие мутные Ну, в общем, они уже, так сказать, выцвели Вот эта фара вообще новая Вот эта фара ещё заводская Но стекло я здесь менял после аварии Потому что я эту фару новую поставил И на фоне новой фары Вот эта была уродская, мутная просто Я здесь поменял стекло И я понял, что реально есть разница Мне казалось, какая разница Прозрачная и прозрачная фара Но по сравнению с новой я видел, какая разница И я, короче, дал себе слово, что буду менять стёкла фар Каждый, не знаю, год-два Ну, какой вижу, что они уебались В общем, подробно вам ничего показывать, рассказывать не буду Просто, смотрите, откручиваете фару, блять Вот эти скобы вот убираете В общем, вытаскиваем фару И смотрите, что мы видим, блять Наш плог розжига ксенона, блять Нихуя себе Бать, я его спрятал Я, короче, спрятал под фару, получается Я с этой стороны захуярил пакетом Чтобы мусора, когда вот так заглядывали Но им же не видно, блять, что там под фарой Вот, для них тут просто какая-то кусок пакета, блять Вот, в общем, для тех, кто не знает Вот фара Bosch В ней не надо красить саму фару Если вы хотите в чёрный Видите, фара сама вся белая Просто вот эта вот ставка красится в чёрный Она вот такая вот хромированная Сама по себе с завода Вот так вот она красится в чёрный И всё Не знаю, видно ли вам на камеру Но разница, блять, очевидна Это мутная, а это прям прозрачная Вот, смотрите, разница Чё скажете? Есть? Нет? Смотрите, какая это Прозрачная и красивая Какая это мутная А так вроде, да, незаметно разница кажется Ну чё там маленькая Чё там, ну немножечко, блять, мутная Ну посмотрите, какая большая разница Так что, чтобы морда чуть стала выглядеть свежее Меняйте себе тоже стёкла Смотрите, даже сверху Вот тут как И вот тут как Вот, собственно, всё Смотрим, какая у нас свежая морда получилась Сейчас быстренько, в 2 секунды Приклеиваем нашу губу Прикручивать её пока не буду Я сейчас просто приклею на двойной скотч Вот, а потом, как будет у меня возможность Шуруповёрт, я захуярю шуруповёртом Ну вот, в общем, какой конечный вид у нас получился Эвазия Путина Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, всё, братцы Как-то так Морда, блядь, преобразилась Просто посмотрите Посмотрите, какая она красивая Вот я не знаю, замечаете ли вы эту хуйню, которую вижу я По поводу губы Посмотрите, как именно эта губа сюда подходит Просто вот именно эта, не резиновая, а чёрная, глянцевая А вот именно эта, смотрите, она вот из такого материала Она вот прям вот Блядь, она прям максимально сюда подходит Я не знаю, как это объяснить, блядь Просто пиздец, как красиво Сейчас я выключу фары Чтобы вы увидели Какое свежее стало Морда за счёт фар Смотрите, вот, блядь Осталось покрасить капот от скол Ну, вот просто, блядь, ну, блядь, ебать я её как люблю Я просто максимально скучал по этому виду Я уже заебался с этим бампером Ездить дурацкий, блядь Который без ничего Я не знаю Все четырки ездят с такими бамперами, да Ну, с обычными И они смотрятся красиво Ну, я не вижу ничего плохого Когда, ну, вижу четырку С обычным бампером, без полосы, губы А вот свою я вообще не вижу Либо просто глаз привык Я вообще мог, да, привык Сколько у меня Она месяц была без губы И без чёрной этой хуйни Но я не мог к ней привыкнуть Просто вот именно вот этот вид Сука, я просто Я так рад, что я нашёл эту губу, блядь Просто максимально пиздец, как я рад Блядь, не могу нарадоваться Ну, вот, в общем Смотрите, как жидкая резина смотрится Вообще у нас же об этом ролик Вот как она сочетается с нашей губой Губу я пока не прикручивал Просто приклеил Потом прикручу Вот, в общем, наша мордочка выглядит вот так Потом верну обратно те рамки Мне не нравятся магнитные Именно вот сам вид магнитных рамок Мне не нравится на ней Вот, вот так вот у нас выглядит Жопа, блядь Я не знаю, затонировать её или нет Я куплю новую Видите, она выцвившая Вот, смотрите, какая фара свежая И какая вот эта вот хуйня выцвившая Она уже розовая какая-то Я попробую поставить новую Мне кажется, будет смотреться Сейчас мне вид не нравится Я бы лучше затонировал, если честно Блядь, ебать, у меня руки грязные Вот В общем Вот как-то так получилось Я не знаю, на камере вообще это На камере я сейчас фотографировал на телефон На телефоне это не передаётся, что она чёрная Потому что там внутри как бы тень, темно И это незаметно Но, блядь, глазом это очень заметно И очень красиво смотрится Сочетается губа чёрная И чёрная вот эта полоса на спойлере Вот прям вот жопа как на парше Есть же такая, блядь, не пойму Сочетается Вот как-то вот так вот получилось покрасить В принципе, получилось очень даже охуительно Вот здесь только получились, видите, эти Я, короче, под конец, когда был очень заканчивался Я прям не жалел И прям вот так заливал, блядь И видите, потёки остались Ну и похуй, их не видно Они всё равно снизу Они в глаза так не бросаются Вот как бы Багажник открываешь Типа, блядь, чёрная, блядь Типа, ежи этот, карпоновая Я не знаю, как объяснить, короче Но мне очень нравится, что получилось, блядь И получилось ровно Как ни странно Хоть я в ебучий рукожоп Что спереди у меня полоса Полоса ровно получилась Что сзади, видите Прям вот ровно по контуру всё Очень ровненько И охуительненько Вот, в общем, давайте напоследок я вам покажу И будем с вами прощаться Блядь, только она грязная, пиздец Ну, в смысле, пыльная Она просто в гараже долго сейчас стоит Ну, в принципе, я выезжал, не мыл Вот она, каша Наконец-то у меня свежая морда Осталось как-нибудь найти где-нибудь Бюджетного маляра Покрасить капот И морда будет наисвежайшая Просто, блядь Просто смотрите, видите, сколы Вот Ну, я думаю, видно Ну, тут сейчас совместно с грязью всё смешано Но сколы всё равно присутствуют Если помыть, конечно, посвежее, покрасивее всё будет Она сейчас пыльная, грязная Вам на камеру это незаметно Но это влияет на насыщенность цвета машины Вот, она вот Она сейчас какая-то серая и матовая На самом деле она Чуть получше смотрится Всё, в общем, давайте Не будем затягивать А то я вас уже, наверное, заебал Вот такой вот у нас видосик получился Надеюсь, вам понравилось Надеюсь, я ответил на многие вопросы Которые были по поводу жидкой резины Всё настолько вот просто Блядь, 400 рублей И ваша машина ебать Какая злая, бля Вот Ещё про значки У меня многие спрашивают Как сделать такой значок Блядь, ну просто Это чёрный значок Который я покрасил Видите, он даже ходит А под значком просто плёнка Просто обычный кусок плёнки Я вырезал Под значок наклеил Сверху поставил чёрный значок И всё, вот такая Такой значок получается Я просто не знаю Как можно не догадаться, блядь Всё, братцы Всем спасибо за просмотр Спасибо тем особенно Которые смотрели до конца Ставьте по-братски лайки Пишите Лайки, говорю, блядь Ставьте по-братски лайки Пишите по-братски комментарии В общем, всё, давайте Не болейте Увидимся в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok